Заставить работать коммунальные службы в Одессе почти невозможно. Как правило, это мало кому удается. Даже в том случае, когда ситуация аварийная. Департамент городского хозяйства чаще всего не реагирует на обращения горожан. Жильцы дома номер 31 по улице Гайдара устали жить в эти санитарных условиях. Старые трубы канализации и горячей воды прорывают регулярно. После каждой аварии в подвале разливается зловонное море. Обращения в ЖКС, Сынапестанцу и Малиновскую райадминистрацию ничего не дали. К моменту нашего приезда в очередной раз здесь работала аварийная бригада. Я уже, наверное, разов пять была у начальника. Говорила, сделаем, сделаем, никто не приходил. Дышать невозможно в квартире при закрытых окнах и при закрытой форточке. Вы представляете, что это такое, чем дышим мы? У меня паркет, я еще в Союзе поселила, поднялся был, я поменяла. Поменяла опять горячая вода, он же опять поднимется. Квартира круглый год, камеры, сейчас в квартирах камеры. Первый, второй этаж спать невозможно. Мы спим с помигаторами, вот смотрите, руки расчесаны до крови, лицо, все. Это невозможно так жить. Квартира вон стоит постоянно. Раньше нам писали только отписки, сейчас даже уже на заказные письма отправили 9 месяцев назад. Даже никто не удосужился дать ответ нам. О проблеме можно было бы давно забыть, если бы трубопроводы сразу сделали как положено. Впечатление такое, что коммунальщики просто посмеялись над жителями дома. Ведь с самого начала все понимали, к чему приведет халтура. Разгребать дела предшественников приходится новому мастеру. Канализацию во всем подвале заменили на диаметр 160, а выпуск остался диаметром 100. Из-за этого происходит часто из-за средней канализации. В общем-то, сейчас линию мы промыли, с канализацией вопрос в принципе пока снят. Трубы уже выписаны, есть у меня на складе. 160 и диаметр, чтобы заменить выпуск. Сталась остановка за немногим, экскаватор нам дадут на днях, мы его просто заменим. Появится ли во дворе обещанный экскаватор, еще вопрос. Теперь уже никто не удивится, если дырявые трубы будут течь еще год или больше. Чем грозит прорванная канализация, да еще вместе с горячей водой, объяснять не нужно. При этом Одесса каким-то непонятным образом признана наряду с Киевом самым комфортным городом Украины. Сразу видно, что те, кто присваивал городу такое звание, в одесских дворах не бывали. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУ.